Телевизор отступил перед холодильником Телевизор отступил перед холодильником Ростат опубликовал подробности обнищания домохозяйств в 2014-2017 года газета «Коммерсант» номер 15 от 29 января 2019 года СТР Два иногда та часть официальной статистики, которая не является оперативной, оказывается крайне информативной, проливая свет на некоторые фундаментальные тенденции в экономике России Согласно опубликованному вчера Ростатом статистическому ежегоднику за 2018 год, на фоне резкого снижения доходов в 2014-2017 годах домохозяйства отказывались от телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов и квадратных метров в пользу холодильников и микроволновых На фоне роста бедности среди городских семей с детьми и пенсионеров доля малоимущих среди неработающих граждан снижалась Война санкций, начавшейся в 2014 году и сопровождающей ее снижение доходов населения, которая в 2018 году, по данным Ростата, продолжалась пятый год подряд, СМ. Твердый знак от 28 января привели к росту бедности и изменению потребительских предпочтений граждан всех доходных групп. По подробной статистке Ростата, которая публикуется с задержкой в два года, доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума в городах увеличилась с 40,4% в 2013 году до 46,9% в 2016, а в селах снизилась с 59,6% до 53,1%. Такую тенденцию частично можно объяснить урбанизацией, доля городского населения росла, а сельского сокращалась, отчасти успехами сельского хозяйства в импортозамещении. Однако главным образом она объясняется снижением доходов городского населения, в том числе и от предпринимательства. При этом если доля бедных среди работающих в 2014-2016 годах фактически не менялась, то среди неработающих, на фоне незначительного снижения безработицы, она снизилась заметно с 33,4% в 2013 году до 30,7% в 2016. Росла же доля бедных как среди работающих, так и среди неработающих пенсионеров, но снижалась в той части граждан, которых Росстат относит к иным категориям незанятых, что может свидетельствовать о росте доходов самозанятых и занятых в неформальном секторе. Удивительная статистика стройки увеличила ВВП, но недоходы населения заметно снизилась. Семьи доля бедных среди трудоспособной молодежи 18-29 лет с 18,2% в 2013 году до 13,4%, в том числе в силу старения населения. Среди семей доля бедных сильнее всего выросла в тех, где на издевении находилось двое несовершеннолетних детей с 28,1% в 2013 году до 33,1% в 2016, и с 15,6% до 19,8% в многодетных семьях. В целом же если в 2013 году среди детей 7-15 лет было 18,2% малоимущих, то в 2016 году их стало 20,4%. На этом фоне доля домохозяйств, среди которых на человека приходилось от 25,1% до 30 кВ. М. Жилья в 2014 году составляло 10,2%. В 2015 году она снизилась до 9,9%, а в 2016 году снова выросла до 11,1%. Доля же семей, где на одного члена приходилось от 40,1 кВ. М. Устойчиво росло с 17,2% до 19,4% соответственно. При этом в 2016 году 89% представителей 5-й, наиболее обеспеченной, доходной группой граждан были собственниками отдельной квартиры и лишь 9,1% частного дома. При этом чем беднее граждане, тем большая их доля владеет в РФ отдельным домом, или его частью, 54,2% в первой доходной группе, наименьшие доходы, 38,3% во второй, 28,1% в третьей и 18,8% в четвертой. Розница и домохозяйство сошлись на низком спросе, Как в 2016 году при этом самые бедные граждане в 2017 году владели большим числом мобильных телефонов, чем самые богатые. На 100 представителей первых семей приходилось 280, тогда как на 100 представителей вторых лишь 212 телефонов. Хотя на 100 наиболее обеспеченных домохозяйств в 2017 году приходилось 209 телевизоров, 136 холодильников и 120 микроволновых печей. В среднем в расчете на 100 российских семей число телевизоров снижалось со 197 в 2015 году до 190 в 2017. Компьютеров со 125 до 124, мобильных телефонов с 256 до 245, а пылесосов с 96 до 95. Число же холодильников выросло со 129 до 133 штук на 100 семей, микроволновок с 79 до 108, а посудомоечных машин с 9 до 10 соответственно. Это отражает смену потребительских предпочтений всех доходных групп российских граждан за время заметного снижения доходов. Они резко увеличили долю трат на продовольствие, в 2017 году в первой доходной группе она составляла 46,8%, во второй 42,6%, в третьей 38,2%, в четвертой 33,7%, а в пятой 20,7%. При этом фактически одинакова доля трат всех доходных групп на алкоголь и табак, порядка 3%, и одежу и обувь – 8,29%. Разительно лишь разницы в расходах на транспорт, беднейшие граждане относили на него 6,3% расходов, богатейшие почти четверть – 24,6%. Алексей Шаповалов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова